Сегодня утром, да, собираюсь уже к вам в гости, узнал, что существует проблема с остатками угля. Да, что вроде как запасы угля низковатые и работаем чуть ли не с колес. На самом деле так или не так, но хочу услышать и от вас и бывать на месте. Запас угля, да, действительно, ну, низкий. Ну, дело в том, что ресурсник, как бы, говорит, что в любой момент может организовать подвозку. Собственно, срывов таких не было, что топить нечем было. Но все равно, как бы, вот, когда он есть, как-то спокойнее. Поэтому в настоящее время, да, наверное, что запас угля, ну, не более пяти тонн на огонь в котельном. Игорь Викторович, что случилось с нас? Ничего не случилось. Мы держим нормативный запас, но у нас тут просто в декабре мы маленько выбились, потому что в администрацию возили по всему району свою улицу. Поэтому, а до сих пор мы рассчитались с нами. Поэтому у нас маленько поселуют по солярке. Поэтому мы сейчас держим только одну машину. Так, у нас вообще четыре машины на вывозке. Сегодня у нас только одна. На сегодняшний день схема теплоснабжения поселка предусматривает закрытую систему водоснабжения, горячего водоснабжения. На самом деле система открытая. Поэтому идет подпитка холодной водой, нормативные расходы угля чуть выше, чем положено по проекту. То есть отсюда возникает перерасход. То есть, в принципе, эти котельные должны сжечь угля в два раза меньше. То есть отсюда возникает проблема. Идет перерасход по углю. То есть, поэтому мы очень заостряли этот вопрос. То есть, принятой администрации о том, что нужно сегодня решать проблему горячего водоснабжения по поселку. Потому что с открытой системы водоснабжения отрегулировать систему невозможно. У нас двухконтурная котельная. Почему теплообменники не работают тогда? Тогда будет все нормально у вас. Вы запустите теплообменники, и будет все нормально. Не будет перерасхода там. У вас перерасход, в принципе, будет горячей воды. Нет, это не проблема. То есть, перерасход горячей воды. Это проблема. Проблема другое. То есть, сама котельная, она рассчитана на закрытую систему. То есть, очистка не справляется с холодной водой. Поэтому возникает проблема. Не от того, что мы там хотим чего-то. Просто увеличенный объем холодной воды, очистка не справляется. Ее поэтому отключили, потом выкинули. То есть, ее-то сегодня нету второго контура. Технически пострадают жители, понимаете? Да, нафиг вы обмените, чтобы горячая вода... Если ресурс будет хорошо, то население будет плохо. Вот в чем дело. А я отстаиваю интересы населения. Мы сейчас не принимаем решение, переходить на закрытую систему теплооснабжения или не переходить. Мы, если будем обсуждать этот вопрос... Это надолго, это наездильность. Да, мы будем обсуждать обязательно с вашим участием. Значит, я не хочу видеть таких запасов угля. Поправите. Да, ситуацию поправляйте, поправляйте. На этой неделе, нет, на этой неделе можно посмотреть. В срочном порядке. С вами не созвониться. Почему? Связи может не быть, я могу быть... То есть, ну это движение. Мы должны постоянно быть на связи для решения вопроса теплоснабжения и водоснабжения. Прокуратура приостановила, потому что сказали, что это единственный теплоисточник, поэтому пока не трогай. Ну, прежде чем сносить, надо построить новый источник. Просто прокуратура, когда здесь зашевелилась, прокуратура приостановила действие на период до постройки. Ну, а возможно ее укрепить? Да нет, нет. И продлить ее жизнь? Я знаю, там и стены, и кровли. Да нет, крышу-то еще ее подремонтировать можно, а стены тут уже печаль такая, что они разошлись. То есть, смотрите, фундаменты надо. Сами три... А сколько мощных здесь котлов? Тут два котласса, один рабочий. Один и восемь. Один и... Один и... Ну, большой. Большой, да? Да, здесь два больших котла стоит. То есть, по-хорошему, здесь надо строить новую модульную котельную? Да, модульную котельную ставить. Ну, я услышал обещание, да, что сегодня мы завезем. Да, сегодня мы завезем, да, и нормативный запас... Да, нормативный до конца недели мы создадим нормативный запас до конца недели. Хорошо. Владимир Александрович, а вы мне позвоните. Так это будет, нет? Все это было помещение эти брошенные. Мы сделали, значит, отопительную систему. Сейчас, сейчас, звоночек сделай. Единственное, определиться с собственностью. Либо безвозмездное пользование, либо еще как-то... Но, скорее всего, это собственник район, только может передать безвозмездное пользование территории. Я понял. Игорь Викторович, ничего здесь полумеханизированное подачи топлива, да? Тоже расход примерно 5 тонн? 7 тонн. 7 тонн? Мы сейчас три котла держим под 8 тонн. В сутки, да? Да. Здесь сейчас все рабочие, то есть вопросов нет. Сколько вот по сегодняшней температуре? Ну, где-то градуса 73-75, он. 73, ну, нормативно. А вот она от чего очищает? От всего. От всего? У нее 74 ступени водоочистки, да? Здесь постоянно соль и гидрохлоридно. Дозатор, да? Да, дозатор стоит, все, главное за ним следить. Нормативы, чтобы были, исполнены. Вот эти были забиты все полностью, фильтра стояли. То есть мы их пробили, промыли, настроили. Механическая чистка? Да, механическая чистка. А вот из тех помещений что-то осталось, нет? А нет, здесь 4 дом у нас. Здесь один стены осталось. Мы тут железобетон поснимали плиты. Отсюда мы построили короб по всей длине до 4 дома. Все в опилках, то есть вся теплотрасса заизолирована. Реально жители что-то увидели в квартирах? Для меня это жалоб нет от жителей. Значит это хороший сигнал, да? Нет, на котельную вопросы вы сняли просто. Мы теперь 85 поднимаем без проблем. 75? 85. Я говорю 85 поднимаем. Вы слушаете меня-то тоже? Мастер говорит, что никогда свыше 75 не поднимай. Кто? Мастер. У него сейчас 80. 75. Ну что слово сильнее? Я же сам лично. Перестаньте. 75 поднимайся, а просто 62. Ну, под то, что как бы с теплом в этом году проблем не было. Еще не могу все-таки про долги аренды сказать. Спросить. Когда мы гасить начнем? Ну, как только мы начнем получать выпадающие, сразу загасим. Подождите. Нет, нет, минутку. Мы взяли, смотрите. Я никак не связываюсь с выпадающим. Нет, нет, нет. А вот здесь связывается. Еще раз говорю, я не связываю. Дело в том, что мы взяли объем МУПа. В МУПе, в договоре аренды, там безвозмездная передача. Нам в связи с тем, что установили аренду, у нас в тарифе это даже не заложено. Получается аренда. Ну, секундочку. Выпадающие вам никогда не будут платить. Там специально сегодня есть такое постановление правительства. Если нет задолженности по аренде и по налогам, выпадающие все. И каждый месяц, понятно? А вы говорите, вы дадите выпадающим, мы заплатим налоги. Так не получается. Не, ну, в любом случае. То есть, если будет гарантированно получать, будем выпадающим, мы заплатим. Игорь Викторович, еще раз услышите. Да, вот абсолютно правильно говорит Николай Петрович. Да. Выпадающие выплачиваются ресурсоснабжающие организации. В том случае, если отсутствуют долги перед муниципалитетом. Мы к главе сейчас обращаемся с просьбой. Население 2 миллиона должно населить. Мы работаем. Чтобы нам администрация помогала. А чем ваши действия какие? Почему? Сколько подали заявок? Мы в суд подали на всех. На всех мы подали в суд. Сколько судебных приказов? То есть, ну, все судебные приказы мы получили. И сколько абонентов? Здесь порядка 60 абонентов не платят. И 2 миллиона уже? Да, 2 миллиона. Такого за год уже намотали. 2 миллиона уже? Да. Есть тут вопросы и перспективного характера, и вопросы, которые нужно решать незамедлительно. Вот как, в частности, с запасами угля. Ну, состояние котельной модульной, поскольку она построена недавно, я бы сказал так, удовлетворительное. А вот состояние старой котельной, которая отапливает клуб, ну, я бы сказал, здание ветхое, аварийное. Более того, имеется решение суда о его сносе. И сегодня единственное, что мешает его снести, это отопительный период. Этого, конечно, сделать нельзя, и этого никто не позволит. Но, в принципе, в перспективе нужно закладывать либо строительство нового здания, либо реконструкцию существующего. Ну, надо смотреть, что будет дешевле. На этом участке была открытая теплотрасса. Ну, по сути, мы топили атмосферу. Ну, это и повышенный расход угля, и тепло, которое мы отправляли в дома, оно не доходило до назначения. Ну, вот, еще начали мы в праздничные дни, да, изоляцию теплотрассы. Пусть это будет хосспособом, да, примитивно, но теплотрассы закрыли. Это то, что должны были сделать в период подготовки к осенне-зимнему периоду, к отопительному периоду, в летнее время. Это было в свое время не сделано, поэтому в авральном, в горячем порядке пришлось сделать это в морозы, которые доходили до 35-40 градусов. Ну, результат не заметил сказаться. Да, вот сегодня мы услышали от главы сельского совета о том, что жалоб на тепло от людей не поступает. Это, конечно, результат, это оценка, я считаю, неплохая.